Сегодня 7 июня пятница на часах 19.30, а это значит на ваших телеэкранах северное интерактивное шоу «Югра в твоих руках» и я его ведущий Демури Апалик. Сегодня в эфире, как всегда, все самое актуальное, животрепещущие вопросы, которые волнуют нас всех мнений экспертов, расставляющие все точки над и комментарии наших подписчиков, то есть у вас звонки в студию, народные новости и многое-многое другое. Все это в ближайший час, а прямо сейчас вот что вы увидите. Стартовая площадка. Именно дворовые игры становятся подчас озами освоения окружающего пространства для детей. В песочницах и на турниках наши чадо познают правила поведения и основы безопасности. Главное, чтобы детская площадка не стала школой выживания. А кто сегодня в ответе за безопасность детей во дворе и вообще за комфортность городской среды? Узнаем у наших экспертов. Страшно красивые. Почему за впечатляющие формы и союзные брови порой приходится платить огромную цену? Кто в ответе за неудачную пластическую операцию или некачественную косметологическую услугу? И действительно ли красота такая мощная сила, как они рассказывают? Разберемся вместе. Не колокольчик, а целый теплоход. И гудит он совсем не уныло. В Югре теперь есть свой Валдай. Покорятся ли ему водные просторы Аби-Иртыша? Отключить-то отключили. И как подключить новое, рассказать не забыли. В Югре уходит в прошлое аналоговое вещание. Телевизионная аудитория уже увереннее смотрит в будущее. Пока через призму телеэкрана. Закусывать надо. Причем сразу после того, как выпил. А не через время и не на глазах у изумленных полицейских. Правоохранителей Сургута на этой неделе удивили дважды. Как это было в народных новостях. Шутки с шутками. А энцефалит – вещь жуткая. Депздрав предупреждает. Сезон клещей открыт. Должен признаться, что сейчас в душной студии меня удерживают только неимоверные усилия воли. Ну и профессион де фа, профессиональный долг. А на улице ведь бушует так любимое мною время года. Когда в Хантамасийске наконец-то не холодно на улице. И шубу можно расстегнуть на все пуговицы, а не только на две. Хочешь гуляй по парку, хочешь гоняй на велике, жарь шашлыки на пикниковой зоне. Ну или на худой конец занимайся на турниках. Главное, чтобы не получилось, как в небезызвестном фильме. А? Попался? Ну это шутки, так сказать. Однако порой происходят вещи, шутить над которыми не совсем хочется. Причем в местах, от которых подобного совсем не ожидаешь. Как это случилось в апреле в одном из детских садов Нягани. Ничто не предвещало несчастья. Дети просто гуляли на площадке. Четырехлетний мальчик каким-то образом просунул голову между ограждением горки и долгое время не мог выбраться. Ребенок запаниковал, малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии. Туда даже прилетел медицинский спецборд из окружной столицы. Однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось. После случившегося все детские площадки подверглись тщательнейшим проверкам на безопасность. Все малые формы осмотрели и оценили специальные комиссии. В их состав входили как эксперты, так и представители общественных организаций. Все нарушения, которые были выявлены, предписано устранить до 1 июня было предписано. Вот примерно в этом направлении сегодня мы с вами и будем действовать. Обсудим несколько, насколько обеспечена наша сегодняшняя городская среда не только детскими площадками, но и вообще всеми необходимыми для современной жизни объектами. А главное, насколько эти объекты безопасны. Ну, интерактив нам сегодня предлагается такой. В Югре не хватает площадок для детей, спортсменов, собак. Если с первым пунктом понятно, то два остальных, думаю, нуждаются в некоторых пояснениях. Площадки для спортсменов подразумевают под собой не только турники и корты, но и всю вообще инфраструктуру для здорового образа жизни. Например, те же велосипедные дорожки, которых порой ой как не хватает. А площадки для собак – это те самые зоны для выгла животных, где они, не нарушая законов Российской Федерации, могут предаваться отправлению естественных нужд. Кстати, вопрос, что важнее, взялся не на пустом месте. Он, можно сказать, растет своими корнями из глубины и веков. И недавно пророс буйным цветом в Сургуте. Там решено установить ограждение между волейбольной и детской площадками. Виной всему, как это часто бывает, принципиальные мамочки, ну или я же мамочки, как их называют, которые опасаются, что спортсмены как-нибудь не так по мячу ударят, и он, ничтоже сумняшись, прилетит прямиком в голову их чаду. Волейболистам поначалу предложили было играть по ночам, отчего те, естественно, отказались. Ну а потом проблему решено было решить вышеуказанным способом. То есть компромисс, как видите, вполне достижим. А пока вы думаете, за какой из указанных вариантов отдать свой голос, я предлагаю вашему вниманию один небезынтересный, как мне думается, видеоматериал, где мы еще раз делаем акцент на недавней Нягинской трагедии. Раз, два, три! Территория с современной детской площадкой, пешеходными дорожками и благоустроенными газонами. Это вовсе не фраза из буклета риэлторского агентства, а описание обычного югорского двора, который преобразился благодаря марафону благоустройства. Глобальный проект, инициированный окружными властями, вызвал живой отклик у всех жителей региона, как в больших городах, так и в малых поселках. Раньше у нас были старые площадки, там были старые горки, обычные качели, и на второй площадке было так же. А сейчас построили две крутых площадки, там есть канаты, горки, лазилки всякие, они очень крутые. Благоустраивают не только дворы, но и огромные городские пространства. К примеру, в Белоярском привели в порядок самое любимое место отдыха гаража – набережную. Оригинальная архитектура здесь сочетается с комфортным размещением рекреационных зон. В одном месте разместились главная городская сцена, прогулочные зоны, торговые места, беседка и арт-объекты. И это еще не все. Здесь будут облагораживаться и дальше. Ведь Белоярский выиграл грант Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Я хочу поздравить нас всех югорчан, в том числе основное поздравление – это жителям Белоярска. В рамках федерального конкурса Белоярский реконструкция набережной была признана лучшим проектом в Всероссийском конкурсе. И за счет федеральных средств будет эта набережная построена. И удалось привлечь именно 60 миллионов рублей, которые будут потрачены на этот объект. Марафон благоустройства позволит преобразовать в Югре почти тысячу дворов и более 600 общественных территорий. Сделать их комфортнее и безопаснее. А жизнь куда важнее красоты. Тем паче детская. Недавняя нягоньская трагедия вполне показательна. Напомним, во время прогулки в детском саду ребенок просунул голову между ограждениями горки и не смог выбраться. В тяжелом состоянии малыша привезли в больницу. Спасти мальчика не удалось. Параллельно с расследованием начались тотальные проверки площадок. Тему безопасности обсудили на прямой линии с главой региона Натальей Комаровой. Вот эта площадка, к примеру, должна была выглядеть вот так. Но по факту мы видим, что никакой живой изгороди здесь нет. То, что здесь посажено, вряд ли когда-нибудь станет живой изгородью. Это площадка детская для малышей. Фактически она безопасна. Она предоставляет опасность на данный момент, потому что по бокам у нее два дворовых проезда. За безопасность возьмутся еще сильнее. Проверок станет больше. Результаты мы узнаем совсем скоро. Обидно только, что обращаем мы внимание на проблемы после того, как что-то случилось. Может, стоит заранее? Давайте говорить об этом. А теперь ваши комментарии, как любил говаривать профессор Преображенский, немедленно. Не хватает площадок для псов, выпьет Анатолий Леонидов. Не все владельцы собак эстеты и культурные люди, поэтому не все убирают за ними их мины. Снег ушел, и был ужас. Одно собачье осталось. Пусть сделают им места для выгула, и там гадят, и ходят по этому ужасу сами. Тротуаров нормальных не хватает, заявляет Константин Максимов. Особенно в югорской столице. Позорище прямо двум коляскам в центре города не разъехаться. Видно, что все это проектировали люди, которые видят мир только из окна своего персонального автомобиля. Или авто премиум класс. Не хватает велосипедных дорожек. Это уже Стасия Егорова. Ужас просто. Ни по одному городу Югры нормально не покататься. А еще с Европой себя сравниваем. Там людям на великах вообще приоритет. А у нас что? Как пишет Стасия, вы лысые педысты по тротуарам вынуждены гонять. Не хватает в Хмао цивилизованных парков, мечтает Владимир Березкин. Ну, знаете, как на Большой Земле, когда идешь, а кругом деревья большущие разные, а рядом скамейки шикарные. Вправо голову повернул, там пруд с лужайкой, как на Патриарших в Москве. Влево посмотрел, там парк аттракционов солидный, как в Диснейленде. И знаете, я не фантазер. Все это реально на нефтегазовые деньги, которые мы тут зарабатываем и в бюджет отдаем. Хороший у нас бюджет. Финансы не поют романсы. Оптимистичненько. Владимир Карпенко свое мнение. Чего в округе и вправду мало, так это мест для отдыха возле воды. Все более-менее нормальные места, либо забиты под завязку народом, либо мусором по шею завалены. Причем и те, и другие совсем не оборудованы. Когда уже этим вопросом займутся? Хоть тут, пожалуй, возмущается Ольга Сергеенко. Что же такое творится? В Ханты-Мансийске, в центре города, в самом начале лета закрыли самую крупную игровую площадку. До сентября. Это ж кому же такое в голову могло прийти? Хочется этому мудрецу в глаза посмотреть позор. Кстати, резонный вопрос. Напомню, площадку, о которой пишет Ольга, пожалуй, можно назвать главной в окружной столице. Ведь располагается та в самом центре, недалеко от окружного правительства, городской же администрации, культурно-досугового центра «Октябрь» и в парке культуры имени Бориса Лосева. И от детишек там круглый год буквально нет отбоя, как, впрочем, и от их родителей. Как сами видите на экране, ее действительно закрыли до сентября. Очень вовремя время подобрали, когда детям надо выходить поиграть. Мы всегда сюда ходили, а сейчас еще и до сентября. У нас так лето очень маленькое, поэтому нас очень удивило то, что закрыли площадку именно в этот момент. Мы живем на севере, хотелось бы, чтобы воспользоваться солнечными днями. Куда с детьми выходить, я вам точно сказать не могу. Куда вот можно поехать? У кого-то есть машины, выезжают, а у кого-то их нет уже. Что тут такое нужно реконструировать? Блин, четыре месяца, я себе представить не могу, до самой зимы. А потом что? Когда снегом тут все засыпят. Если, может быть, после реконструирования будет гораздо лучше, тогда весомый аргумент. А так, обидно. Так, а вот уже и отвечают. Из городской администрации поступил ответ. Точнее, от Ивана Ярославцева. Ольга, доброго дня. Понимаю ваше недовольство по реконструкции, но реконструкция по технологии должна производиться в теплое время года. Мы ведь хотим, чтобы наши дети играли в безопасном и красивом месте. Площадку постараются отремонтировать гораздо раньше, уже к середине июля. А пока можете воспользоваться другими площадками в центре города. Например, на Пионерской, 46 или так называемый Кремль на улице Ленина. Что тут сказать? Все в Кремль. А я пока неспешно пройдусь в направлении нашего интерактивного табло, дабы порадовать зрителей очередной порцией живительной статистики. Информация эта нами подчеркнута была с сайта Центра компетенций по вопросам городской среды Югры, конечно же. Согласно этому ресурсу, в рамках проекта формирования комфортной городской среды в округе ведутся работы в 19 муниципалитетах, 11 городах и 8 районах. Где на общественной территории будут преобразованы либо построены с нуля, соответственно, 19 и 22 объектов. Всего стало быть больше 40. Чуть более подробнее про города. По числу проектов среди них лидирует Ханты-Мансийск. Здесь планируется реализовать целых 5 проектов. Это и обустройство парковок, и площадки для выгула собак, те самые, и благоустройство территории храма. Но правильно, облик столицы надо облагораживать. На втором месте Нижневартовск. Там планируется обустроить 2 сквера и 1 участок улицы. По 2 в Сургуте, Нефтьюганске, по 1 в Югорске, Урае, Радужном Пытьяхе, Нягоне, Когалыми и Медеоне. Последний из них меня особо порадовал. Там собираются обустроить городской пляж. Похвальное стремление как раз вовремя с подробностями этого и других проектов можно ознакомиться на сайте. А вот то, что запланировано сделать в районах. Первое и второе места делят два соседа, буквально нанизанных на одну железнодорожную ветку. Советский и Октябрьский районы. Там реализуют по 6 проектов. В основном это благоустройство скверов и аллей. Бронза у Березовского района с тремя проектами. Далее Нижневартовский и Сургутский. У них по 2. Ну и все остальные по одному. Вот так-то. А пока я возвращаюсь обратно к своему рабочему месту, предлагаю быстренько вспомнить, что благоустройство югорских городов стало одной из ключевых тем, которые обсуждались во время прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой. Из четырех с лишним часов, которые она длилась, этому вопросу уделили почти полчаса. Поступали звонки, как обычные, так и видео. И вот что по этому поводу резюмировала глава региона. Поскольку на благоустройство сейчас, ну можете себе представить, да, исключительно муниципальная компетенция, а ресурсы, я имею в виду бюджетные, денежные, поступают на эти цели, на эти проекты и из федерального бюджета, и из регионального бюджета, и муниципального, и привлекаются средства людей на эти цели. Вот, именно поэтому еще есть и такое поручение, и такое мероприятие, как создание в регионах центра компетенции по вопросам городской среды, которые должны и этот функционал в том числе выполнять. То есть контроль за реализацией проектов по благоустройству, создание вот таких объектов, о которых мы сейчас говорим, и качественное выполнение этих работ. Подробности мы чуть позже обсудим с экспертом. Кстати, мы направляли предложение известному урбанисту земли российской Илье Варламову с просьбой уточнить, чего именно не хватает городам югорским до статуса самых комфортных мест обитания. Молчит Илья. Пока, во всяком случае, наверное, от Сургута еще не отошел. А пока я предлагаю вашему вниманию наш традиционный опрос. Корреспонденты спрашивали у людей на улице, отпустили бы они своего ребенка одного гулять на детскую площадку. Смотрим. Я не отпущу ребенка одного, потому что сейчас опасные времена. Вроде бы у нас в городе-то спокойно, конечно бы отпустили, смотря какой ребенок. Я бы не отпустила своего ребенка гулять, ну, потому что, во-первых, во дворах очень опасно, машины вокруг. Да. Ну, чтобы самостоятельный был человек, а чтобы его с собой водить за руку всю жизнь, конечно, пускай гуляет. Более в наше время, я считаю, не стоит оставлять детей вообще без присмотра одних, даже и школьников, ну, где-то класса до шестого. Ну, 10-12, что, ладно. В Ханты-Мансийске не так много площадок для совсем маленьких детей, прям, чтобы было безопасно. У нас возле детской площадки проходит дорога, и через наш двор постоянно ездят машины, круглосуточно. Только под присмотром. Мы живем на седьмом этаже, получается, и я пока спущусь, и ребенок может просто пропасть. Когда уже повзрослее станет, начнет понимать, куда можно лезть, а куда нет, вот тогда уже, пожалуйста. Всякое может случиться. Случай же уже был в садике, поэтому, как бы, страшновато маленького. Только со старшим братом отпуска одного нет. А теперь пришло время обсудить вопрос с человеком, который съел на этом вопросе не одну собаку, а, как минимум, целую стаю. Встречайте в студии Северного интерактивного шоу соприседателя регионального УНФ Владимир Меркушев. Пришел не один, он пришел с двумя интересными молодыми людьми. Их я представлю чуть позже. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, сначала давайте так сразу к вам вопрос. И вы, кстати, тоже, если хотите на него ответить, отвечайте без стеснений. Как так? Кто отвечает за безопасность детей на площадке? И вообще во дворе, как вы считаете? Родители? Тот, кто эту площадку строил? Или, может быть, ответственные чиновники из какого-то, условно говоря, ответственного департамента? Ну, непосредственно за безопасность своих детей отвечают родители. Это в первую очередь. Но есть еще такое понятие, как обслуживающая организация. Это может быть либо управляющая компания, которая должна следить за состоянием детской площадки, чтобы там были в порядке горки, чтобы ничего не обвалилось. И это может быть муниципалитет, если площадка находится на территории муниципалитета, а не на той территории, которую обслуживает управляющая компания. Поэтому очень важно, когда на детской площадке находится информационный стенд, чтобы родители и сами дети понимали, куда можно обратиться с проблемой, которую они обнаружили на детской площадке. Когда мы проводили проверки вместе с нашим омбудсменом по правам детей, Татьяной Маховиковой, мы обратили внимание, что на части детских площадок такой информации нет. И родители обращаются в том числе и в ОНФ с просьбой разобраться, кто отвечает. Если бы были стенды, то это было бы все намного проще. Ребят, вы... Давайте знакомиться. Вадим и Илья. Денис. Прошу прощения. Денис и Илья. Вы представляете творческое объединение «Узорный». Вы занимаетесь благоустройством городской среды. Детские площадки или какие-то малые формы игровые во дворе входят в зону вашей компетенции или нет? Вы когда-нибудь сталкивались с задачей облагородить внутридворовую территорию? На данный момент это пока фрагментарные заказы. Именно заказы, причем от активных дворовых сообществ, жителей, по большей степени украшательству. Хотя у нас в объединение входят дружественные нам ремесленники, местные, то есть это плотники и дизайнеры. И это вообще интересный был бы проект комплексного плана, причем в каком-то формате, наверное, даже легендирования района, чтобы каждая площадка чем-то отличалась, при этом еще и сотрудничая с авторством, вступая с жильцами, например, при исследовании. Разные же тоже возраста бывают. Подключая государственные ведомства. Потому что хочется же всем вместе здесь жить и... Вместе и делать? Это понятно. Вот интересный здесь моментик такой. Как ее сделать красивой, как вы выразились, да, фрагментарной, да, правильно? Легендированной, в общем, тематической. Но одновременно и безопасной. Как ее сделать? Это же проектированный само по себе, весьма трудоемкий процесс. Здесь приходится учитывать все эти нюансы, тем более, чтобы не допускать трагедии, просчитывает дизайнер, в том числе промышленный дизайнер, сложная, в общем-то, профессия, если разобраться, не в фотошопе, а просто сидеть. Изучается, в том числе и законодательство, подключаются столь компетентные товарищи наши гражданские, Владимир, например, и так далее. То есть это комплексная работа должна быть в любом случае. С фотошопом, все же помнят, связаны веселые истории про чудовников из других регионов, которые умудрялись фотошопить не только детские площадки, но и куски, там, чуть ли не федеральной трассы. Но не будем об этом, у нас, слава богу, все не так. Владимир, возвращаемся к вам. Смотрите, какие нарушения наиболее часто встречаются в этой области? Может быть, как раз нарушения в стиле, что хотели, как лучше, а получилось, как всегда? Нарушения, связанные с благоустройством, они связаны с тем, что либо меняются материалы на более дешевые, и тогда это уже подходит под статью мошенничества. Либо проект не доделывается в том плане, что было на прямой линии обращения из Нефтьюганска, там просто совместили... Которую бы показывали. Да, две картинки, одну на фотографии, за которую люди голосовали, а второе, это то, что, собственно, в итоге получилось. И в итоге там не оказалось зелени, не оказалось ограждений, которые должны были быть. Но тут просто, к сожалению, не соответствие проекту. Но вот если говорить про первый вариант, когда заменяются материалы, то такой случай был в Урае при благоустройстве общественного пространства. И по обращению ОНФ сейчас возбуждено уголовное дело. То есть это история, которая может закончиться очень печально для наших подрядчиков, которые хотят заработать сверх нормы. Сверх нормы. То есть к подрядчикам все равно так или иначе вопросы возникают, несмотря на то, что обслуживанием площадки занимается отдельно все это управляющие компании. Ну, право, да? Ну, создают площадки не управляющие компании, это подрядчики, да. И здесь очень важно, чтобы родители и общественники, они включались в процесс контроля, приемки этих объектов. Потому что одно дело, когда управляющая компания может на что-то закрыть глаза или там администрация города, то люди, которые этим пользуются непосредственно, планируют этим пользоваться каждый день, и для которых это важно на самом деле, потому что это то, что делается, собственно, для них, они должны также включаться в этот процесс контроля. На всех ли этапах собственник, по идее заказчик, в общем-то, я как житель могу подключаться и проверять, например, если я вижу, что поступили какие-то материалы, проверить, что это за материалы и так далее. Или я только могу уже посмотреть готовое и уже потом возмущаться, либо что-то делать? Вот интересный вопрос, да. Как с языка? Сам процесс, он устроен таким образом, что в основном общественников и жителей привлекают на стадии уже сдачи объекта. И тут можно непосредственно подключиться и сказать, что вот по проекту должно быть так, а на самом деле так. Но сейчас очень наши особо активные представители общественности считают, что нужно подключаться даже не на этапе, когда идет строительство, даже первоначальное, а на этапе создания проекта, чтобы можно было оценить проект и понять, насколько он устраивает самих жителей, насколько он, допустим, соответствует нормам безопасной и доступной среды. Это очень важно для тех инвалидов, которые передвигаются на колясках. Я рад, что наша программа сближает не только гостей и телезрителей, но и гостей между собой. Прежде чем, наконец-то, Денис, вы что-то скажете, я хочу напомнить вам и вам, Владимир, о том, что на Международном экономическом форуме наш соотечественник, вартовчанин, наш земляк, Анатолий Лисин, представил свой арт-проект. Арт-проект одобрен среди почти что 20 проектов для фондов президентских грантов. То есть, да, это именно арт-проект, но замечательный и он интересен тем, что, да, в нем принимали участие и международные, то есть и международный состав принимал участие. И, как вы видите, в качестве полотен семи-пятиэтажки столицы Самотлора использовались. И вот, что по этому поводу говорит сам Анатолий. Проект оказался достаточно медийным и дал очень большой информационный эффект. И, на мой взгляд, это как раз то, почему этот проект может заинтересовать бизнес, и как раз для этого нас и пригласили, чтобы мы презентовались. Итак, вопрос сначала к вам, а потом ко всем. Это тоже считается формированием комфортной городской среды, это облагораживание, это приведение старых еще того, да, советского периода, домов и их фасадов, ну, в такой, в надлежащий, в красочный, в удобоваримый, что ли, вид. А насколько серьезно можно относиться к такому творчеству, как вы считаете? Здесь вообще, вот, в первую очередь, есть такая штука, что есть непонимание. Есть пропасть между властью, то есть очень тяжело объяснить, зачем это нужно. Но, тем не менее, это получается. Это получается. Смотрите, президентский грант, да. То есть в Югре удалось пропасть преодолеть, да, и куда дальше двигаться, какой следующий грант? Ну, потому что, в принципе, это мир задает тенденции, и вот, допустим, если брать Санкт-Петербург, то у них целые кварталы изначально оформляются художниками, и это, соответственно, прибавляет цену этим же кварталам, потому что там рисуют художники, допустим, какие-то изображения для детей. И здесь мы работаем как раз-таки над этим сейчас, хотим оформить один дом. Вот Владислав Алеев, он сделал проект. И известный художник, да. Он сделал проект. Но, видите, здесь сразу мы сталкиваемся с тем, что нужно собрать подписи жильцов, нужно на этом этапе потом пойти в администрацию, потом пойти там, ну, вот эти вот все моменты. То есть нужно пробивать. А, понятное дело, то, что художник этого делать не будет, потому что это человек творческий. И поэтому вот мы собрались ради того, чтобы делать этот город лучше, чтобы вот такие проекты проводить. И освободить художников для творчества, потому что если навести мосты с такими людьми, как Владимир, которые имеют вес и решают что-то, и добавить своей творческой инициативности, то, наверное, будет что-то хорошее получаться. У нас город ведь вообще благодатный, если его рассмотреть. Это же сказочная просто бытность. У нас в центре города лес, не парк, а лес. То есть это же тоже свое ландшафтное оформление, богатейшее. Можно я еще закончу свою мысль? Дело в том, что вот такая среда, она формирует рост интеллектуального сообщества. А интеллектуальное сообщество, оно дорого стоит на мировом рынке. То есть, в принципе, мы можем создать место, в которое будет со всего мира приезжать люди и говорить, вау, тут классно. Потому что, если, допустим, мы сравниваем Ханты-Мансийск и другие города, такие как Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийск просто поменьше, покомпактнее. Но здесь есть все, и отсюда не должны люди уезжать, потому что, в принципе, они думают об этом, потому что вот есть вот эта пропасть. Потому что непонимание. А молодежь, она уже другая. Я надеюсь, что наша программа сегодня, она положит начало еще одному плодотворному, надеюсь, долгому сотрудничеству. Спасибо, что пришли. Владимир, обратите, пожалуйста, внимание. Интересно, на этих молодых людей, молодые люди, обратите, пожалуйста, внимание на то, что наш город может сделать еще красивее при помощи людей, у которых есть какие-то для этого еще и рычаги. Всех благодарю, отдохните хорошо, хорошего выхода, до свидания. В ЮГЕ не хватает площадок для детей, 53% позвонивших, так считают, спортсменов 12, за спортсменов переживают процентов, и за собак 35. Ну, ясно, что лобби защитников и любителей животных, оно, собственно, не дремлет, оно и понятно. Для детей не хватает площадок, 53% утверждает позвонивших. В интернетах голоса распределились следующим образом. 26% и 47% почти 27% за детей, за спортсменов 20 и 59, за собак 60%. Видимо, сейчас лобби собачников и кошатников в интернете гораздо более активнее. Но, тем не менее, если сложить все проценты, получается, что детских площадок нужно больше. И ремонтировать старые, и строить новые. И я с этим тоже согласен. Вас, дорогие мои, я призываю ни в коем случае не переключаться, поскольку прямо сейчас вы вот что увидите. Страшно красивые. Почему за впечатляющие формы и союзные брови порой приходится платить огромную цену? Кто в ответе за неудачную пластическую операцию или некачественную косметологическую услугу? И действительно ли красота такая мощная сила, как о ней рассказывают? Разберемся вместе. Не колокольчик, а целый теплоход. И гудит он совсем не уныло. В Югре теперь есть свой Валдай. Покорятся ли ему водные просторы, а би иртыша? Отключить-то отключили. И как подключить новое, рассказать не забыли. В Югре уходит в прошлое аналоговое вещание. Телевизионная аудитория уже увереннее смотрит в будущее. Пока через призму телеэкрана. Закусывать надо. Причем сразу после того, как выпил. А не через время и не на глазах у изумленных полицейских. Правоохранителей Сургута на этой неделе удивили дважды. Как это было в народных новостях. Шутки с шутками. А энцефалит вещь жуткая. Депздрав предупреждает. Сезон клещей открыт. Теперь новости от народа, для народа и про народ. Народные новости. И так свершилось. В Югре стартовала цифровая эра. Нет, это совершенно не означает, что все поголовно стали электронными гражданами. Это означает, что в округе отключили аналоговые вещания федеральных каналов. По официальным данным, сегодня цифровой сигнал в состоянии поймать почти все телезрители Югры. 20 федеральных телеканалов в исключительном качестве, да не отходя от экрана. Для легкости телебытия и быстроты перехода на новейшие технологии запущена горячая линия. Ее номер на экране. Звоните, консультируйтесь, цифровизируйтесь. А до всеобщей электронизации граждан теперь рукой подать. Недалечь теперь югорчанам, к примеру, и от Нялина до Сургута. На Веханке Валдай развивают скорость до 70 км в час. Что для теплохода ой как неплохо. Корабль отечественного производства. Воплощение мечтаний югорчан, которые привыкли путешествовать по рекам округа. Тихо, комфортно, сухо и быстро. За скорость отвечает немецкий двигатель. Без дозаправки теплоход может идти приличное время. На подобные машины уже перевели старые корабли Северич флота. Теперь будут и новые. Пока Валдай такой в Югре один. Его впервые представили именно здесь и сразу губернатору Наталье Комаровой. Скоро прибудет и второй аппарат. Причем на автоприцепе. Такая ирония. Добрая, как и наши новости. Ведь они истинно народные. Говорю я вам. Сургутянка под шофе не ушла от погони. Ее нагнали гаишники, которые заподозрили мамашу в нетрезвом вождении. Да, именно мамашу. В машине с ней находилась малолетняя дочь. Так водится, гражданка от медосвидетельствия не отказалась. Еще и пыталась заесть опьянение кондитерскими изделиями. Но если выпить ей удалось, то закусить предбдительными очами стражей порядка отнюдь нет. Позже проверка выявила таки алкоголь в крови. Даме грозит штраф, лишение и общественное порицание. Ведь видео уже попало в сеть. Сразу вспоминается исторический анекдот про королеву Марию Антуанетту и пирожный. А этот не менее эпичный автослучай произошел все в том же Сургуте в воскресенье. И ничего, что не на неделе. Ведь понедельник начинается, как известно, в субботу. Сколько длились и как проходили выходные героини следующей новости, уже не важно. Но по всему видать задорно. Подвыпившую автоледи задержали на югорском тракте. Соседи по полосе движения заметили пьяную езду и донесли куда надо. И правильно, кстати, сделали. Ведь по словам бдительных граждан, женщина просто спала во время езды. Ну, практически. Хотя, какая разница? Впрочем, то, что она вела автомобиль, ей могло и присниться. Дама утверждала, к слову, что никуда не ехала, а парковалась. Там еще много чего было интересного. Посмотрите сами. Теперь нарушители скоростного режима, неадекватных водителей и, конечно, байкеров в Сургуте станут задерживать бойцы-мотоциклисты. Два новеньких полицейских мотоцикла пополнили парк ДПС. Удачи на дорогах. Ну, что мы все о делах земных да автомобильных. Заглянем в небо. Что творится в воздушных гаванях и пространствах Югры и России. А вот что. Самолет ЮТЕЙР не смог взлететь в Уфе. Что-то забарахлило в крыльях. Авиарейс следовал в экономическую столицу Югры. В итоге, после того, как вопрос решился, люди все-таки полетели в Сургут. И благополучно приземлились в аэропорту имени Фармана Салманова. Кстати, о первооткрывателе богатств недр югорских. Благодарные азербайджанцы признательны за то, каким образом в Югре сохраняют память их земляка. Слова благодарности выразил Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. И о современных трендах. Сургутский аэровокзал любезно распахнул двери для споттеров. Эти парни и девушки испытывают прям-таки неземное удовольствие от фотографирования воздушных судов. Во время взлета, посадки и маневрирования администрация гавани теперь разрешает это делать. И это хорошо. Надеемся не только на то, что этот почин продолжат, но и на то, что нашим съемочным группам станут чаще позволять снимать в аэропорту без долгих согласований. Ведь порой это так необходимо. Как порой необходимо и посмеяться от души? Да в голос, как посмеялись мы в редакции над следующим номером. Заслуженный врач России, госпожа Толоконская, недавно сделала сенсационное научное заявление о том, что укусы клещей якобы полезны для здоровья и помогут населению выработать иммунитет к инфекциям. Так это или нет, теперь решать профессиональному сообществу. А представители юмористического цеха уже вовсю посмеялись. В инстаграме программы «Вечерний Ургант» появилось сообщение о спорном открытии. Спросите, при чем тут мы? Ответим. Шутники утверждают, именно югорские члены-стоногие купили себе эту сенсацию. А между тем жертвами клещей становится все больше югорчан. С начала сезона уже более полутыщи человек обратились к медикам. Чаще всего насекомые нападают на людей на природе. Специалисты продолжают обрабатывать территорию особым составом. А я позволю себе процитировать своих коллег из службы информации. Больно мне понравилась вот эта строчка в их материале. Отметим, что активизировались паукообразные хантамансийская пытьяха. Теперь клещи из Кадинского района занимают третье место по присасываниям. Конец цитаты. А если серьезно, берегите себя и не отходите от экранов. Потому что прямо сейчас вы вот что увидите. Страшно красивые. Почему за впечатляющие формы и союзные брови порой приходится платить огромную цену? Кто в ответе за неудачную пластическую операцию или некачественную косметологическую услугу? И действительно ли красота такая мощная сила, как о ней рассказывают? Разберемся вместе. И снова вынужден вернуться к вопросу летней поры и прогулок по улицам югорских городов, которые буквально переполнены красотой. Причем в этот раз красоту я имею ввиду совсем не рукотворную, а самую, что ни на есть, естественную. Конечно, речь про вас, прекрасные югорчанки. Да, красота – это страшная сила. К сожалению, очень немногие современные женщины, или не только лишь все, югорчанки не исключение, не могут, как Фаина Георгиевна, довольствоваться тем, чем их наградила природа. И жить не могут без того, чтобы в себе что-то там не исправить. Причем предпочитают делать это не с помощью изнурительных упражнений в спортзалах и фитнес-центрах, а идут так называемым экстенсивным путем к пластическому хирургу. И казалось бы, ну что там плохого? И если есть деньги, желание вложить их в себя. Однако тут вступает в дело пресловутая палка о двух концах, которая иногда может ударить совсем неожиданной стороны. Да. Чего там далеко ходить и в очередной раз теребить классику? Вон совсем недавно в Коголыми Роспотребнадзор закрыл косметический салон. Он работал с нарушением санитарных норм. Там практически не проводили влажную уборку и дезинфекцию. Не стерилизовали инструменты для педикюра и маникюра. К слову, в салоне красоты помимо этих процедур также предлагали услуги по загару. А еще инъекции для омоложения. А это, как оказалось, было опасно для клиентов. Вот эту тему мы с вами сегодня и обсудим. А интерактив я вам предлагаю следующий. За красотой я пойду к косметологу, к хирургу, к тренеру. Все три варианта в пояснениях, я думаю, не нуждаются. Голосуйте, звоните. А пока вы лихорадочно ищите свои телефоны и нащупываете на них кнопки, я хочу дать слово нашему корреспонденту Валерии Кудрявцевой. Она сейчас находится в недрах одного из косметологических салонов Ханты-Мансийской. Готова выйти с нами на прямую связь. Лера, тебе слово. Лера, жги. Здравствуйте, Думури. Сегодня мы находимся в клинике эстетической медицины, где ежедневно делают множество процедур по преображению от омолаживающего массажа до пирсинга и ботокса. И сегодня главный врач клиники расскажет нам об основных тенденциях развития индустрии красоты. Евгения Мажаева, расскажите, что, собственно, чаще всего девушки приходят делать в ваш центр и как развивается индустрия эстетической медицины в нашем округе. Добрый день, Валерия. Добрый день, Демури. Очень рада приветствовать вас в стенах своей клиники. Что нового? Нового, собственно говоря, очень-очень много. Основная тенденция последнего времени – это развитие аппаратной, результативной аппаратной косметологии, чему мы тоже уделяем огромное внимание, если честно. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы стараемся уходить от инвазивных процедур, таких как различные инъекции. Ну, от ботокса, конечно, уйти совсем мы не можем, к сожалению. Да, это очень процедура популярная на самом деле и очень эффективная. А вот в плане омоложения, в плане оздоровления, потому что мы все-таки занимаемся, кроме омоложения, еще занимаемся превентивной медициной, то есть это профилактическая медицина, мы стараемся уйти от повреждающих, инвазивных процедур и делаем упор, так же, собственно, как и весь прогрессивный мир, на малоинвазивные методики, то есть различные аппаратные технологии. Давайте, может быть, немножко пройдемся по клинике, и вы прикажете нам, где, собственно, проходят процедуры, что здесь делается и в каких условиях они проходят. В этом кабинете мы проводим инъекционные процедуры, такую популярную процедуру, как неинвазивный лифтинг лица, альтерапия. Большинство опасений всегда из-за того, что могут занести какую-то инфекцию. Покажите. Ну, что хочу сказать. Приходя в клинику, вы платите в первую очередь за безопасность и комфорт. В безопасности и комфорт обеспечивается огромной массой различных процедур. Конечно, когда я прихожу на работу, перед тем, как начать, я работаю с медсестрой, с ассистентом, у меня подготовлены все материалы, стерильные инструменты, стерильные лотки для проведения процедур. Здесь хранятся наши различные препараты, с которыми мы работаем. Часть здесь, часть в холодильнике. Имеются все необходимые наборы для оказания, если необходимо, какой-то неотложной помощи. Мы работаем в медицине, поэтому ситуации бывают разные. Неотложные состояния тоже бывают. Ну, а здесь все, что необходимо. Маски, перчатки, шапки, ватные диски, различные шприцы и так далее. В общем, все, что необходимо. Антисептики для работы. Расскажите немного о противопоказаниях основных, чтобы не делать ту или иную процедуру. И проходит ли девушке врачебную консультацию перед тем, как? К нам должны приходить пациенты относительно здоровые. То есть у них не должно быть никаких симптомов ОРЗ, ОРВИ, наличие герпеса. Беременных в основном мы не берем. На какие-то процедуры исключительно берем. Лактирующих пациенток тоже в основном не принимаем. Но есть процедуры, на которые мы, собственно, их с удовольствием берем. У них нет противопоказаний. Затем различные заболевания крови, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь 3-4 стадии. Ну, собственно, уже дальше по процедурам индивидуально идут определенные противопоказания. То есть их очень много. Поэтому, естественно, наши пациенты, они проходят обязательно через консультацию врача. Это обязательно. Поскольку все косметологические процедуры, они должны проводиться по назначению врача-косметолога. Вот пришла девушка, например, с уже накачанными губами. И приходилось ли ей говорить, что остановитесь, хватит, а то еще чуть-чуть и все, все лопнет? Вы знаете, таких случаев очень много. И достаточно часто приходится отказывать или переубеждать. Есть пациенты, которые сами себе поставили диагноз, сами себе выбрали лечение. Потому что все-таки мы тоже занимаемся лечением. Это терапевтическая, косметологическая помощь, то, чем мы занимаемся. И с губами приходят, перекачанными, и просят сделать те процедуры, которые им совершенно не показаны, а даже, бывает, и противопоказаны. Довольно-таки часто приходится переубеждать. Здорово, здорово. Теперь мы, собственно, с вами знаем, что в Югре есть места, где могут помочь девушкам стать еще более красивыми. Но все-таки не стоит забывать, что за красивой внешней оболочкой всегда должен быть богатый внутренний мир. Демури, тебе слово. Спасибо, Валерия. Спасибо. Ты, как всегда, на своей волне. Так держать. Я просто переполнен новыми знаниями, как те самые губы, которые сейчас же лопнут. Перехожу к чтению самых интересных комментариев наших подписчиков. Пишет пенсионерка Наталья Любова. Если есть возможность, то нужно обязательно улучшать себя, и груди делать красивые, и носы, и губы, и морщины убирать. Сейчас, слава богу, все это есть для того, чтобы быть красивой. И не для мужчины мы это все делаем, а для себя любимых. Мы вообще все делаем только для себя. Но только на себе экономить нельзя, и идти необходимо к дорогим и хорошим специалистам. Слава эстетической медицине. А бабушка-то с начиночкой. Красота понятие условное. Это уже Константин Максимов пишет. У каждого свои критерии прекрасного. В США придумали какой-то дурацкий эталон, которому все дамочки IQ неотягощенные пытаются прикрыть внутреннюю пустоту. А мужчины, неотягощенные вкусом, на таких клюют. А потом все удивляются. Чего такая статистика по разводам? Дали мнение Стасии Егоровой. Те, кто считают, что красивой себя сделать нельзя, не знают, о чем говорят. Мне, например, природа большой груди не дала. А мужчины, существа примитивные. Видят грудь, не видят препятствий. В общем, проблемы были с личной жизнью. А как подкопила, да сделала себе троечку. Так от поклонников буквально отбоя нет. Так-то. Скоро еще и губы себе сделаю. Серьезная барышня. Красота она в душе должна быть у женщины, считает Сергей Маноленко. А чтобы такую красоту воспитать, женщинам надо чаще в церковь ходить. Да с духовником общаться. Тогда и красивыми будут, помилуй Господь. И не до молчанова ему отвечает. Сергей, а я, пожалуй, соглашусь с вами. И добавлю, что надо себя любить таким или такой. Каким или какой природа или Бог тебя создал. Владимир Березкин на своей волне. Я настаиваю на том, что и мужчины должны за собой следить. И стремиться быть красивыми и ухоженными. У меня полно примеров, когда парни переделывают носы. Ходят на мезотерапию. И ведут борьбу с возрастными изменениями. Но это у меня в Сургуте. А в Москве, так там это вообще нормальное явление, как зубы почистить. Это правильно. Век такой, время такое. Хочешь быть успешным, должен хорошо выглядеть. Все равно всегда встречали и встречают по одежке. И ум свой не успеете показать. Шанса не представится, если будет внешне не ахти. Женщины это тоже понимают. Отсюда гонка за красотой. Интересное утверждение. Лично я бы поспорил. Однако я журналист. И у меня своего мнения быть не может. Поэтому сейчас я дам слово тем, кто может его иметь. А именно людям на улицах. Наши корреспонденты снова к ним приставали. На этот раз с вопросом, какую цену они готовы заплатить за истинную красоту. Сейчас красоту не купишь. Я бы заплатила много. На миллион три. Я бы ничего не платила, потому что я и так красивая. Тысяча. Нисколько, потому что красота должна быть естественной. Я и так красивая. Поэтому я бы нисколько не заплатила. Моя красота с рождения. Мне все нравится в своей внешности. Мне больше 100 тысяч. 500. Тебе дано лицо, тело с рождения. Родители так старались. Зачем меня? Зачем? Не вижу смысла меня что-то в себе. Я считаю, что я настолько красивая, что мне не придется ничего менять в себе. Главное, чтобы потом укладывать в мой бюджет рублей 100-200. Если вас не устраивает что-то во внешнем виде, то, скорее всего, проблема внутри. А теперь поговорим о красоте с людьми, которые знают о ней не понаслышке. Встречайте в студии северного интерактивного шоу двух женщин. Косметолог Анна Богдановича и заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Витальевна Кудрявцева. С кем еще разговаривать о красоте, как не с ними. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Инна Витальевна, давайте сначала вопрос к вам. Прежде чем мы чуть подробнее обсудим прямое включение, где руководитель клиники косметологический так подробно рассказала, что зачем, какие противопоказания и что они здесь делают ради достижения цели. Скажите, много ли в Югре клиник и центров, которые, скажем, не так добросовестно относятся к своим задачам? Ответа нет у меня однозначно на ваш вопрос, поскольку уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности, он предполагает добровольное информирование. Поэтому я могу судить только о тех клиниках, которые заявились. Но мне думается, что сейчас более важнее объяснить нашему зрителю, что в индустрии красоты есть два направления. Это разновидность бытовой услуги, парикмахерское искусство, косметология и ветвь медицины, когда есть адвазивные процедуры, когда нарушается целостность кожных покровов. И здесь уже совершенно другая правовая основа. И, соответственно, время доказывания по качеству в разных плоскостях находится. Да что там говорить кожного покрова? Порой даже и скелета человека, да, иногда. То есть вы хотите сказать, что этими некачественными услугами уже во всю должен интересоваться другой надзор, Росздравнадзор, правильно я не ошибаюсь? Ну, безусловно, но в любом случае потребитель посредством взаимодействия с Роспотребнадзором свои права может отстоять. И здесь есть над чем работать. Анна, где та грань, за которой следует остановиться, как Вы считаете? У каждого пациента своё представление красоты. И врач здесь, то и врач, косметолог, что он должен обладать чувством меры, знать и применять анатомические пропорции и грамотно доносить это до пациента. То есть выступать уже в роли психолога. Иначе этот пациент найдёт другого врача или не врача, чтобы он выполнил его требования. Ходят слухи о какой-то особенной холодной красоте северянок. Да, там и алые губы, и какая-то такая молодая кожа. Или это всё сказки? Сейчас востребованными на рынке по косметологии являются малоинвазивные процедуры, которые имеют выраженный клинический результат до и после. То есть к таким методикам относятся процедуры выходного дня, пилинги без восстановительного периода, ботулотоксин. Как выразился Владимир Берёзкин, как утренние процедуры, да? Да. Которые входят уже в привычку. Но я немножко не о том спрашивал. В общем, давайте попробуем с другой стороны зайти. С югорскими женщинами проще работать? У них другое, не знаю, строение кожи, может быть, от режима питания, может быть, от природных условий, от погодных условий. Это сильно влияет или нет? У них свои особенности. Какие? Ну, в двух словах. Ну, в косметологии мы ставим диагноз, определяем типы старения. И от этого уже зависит тактика ведения пациента. Вот и всё. То есть, вы сказали, здесь ключевое старение, правильно? То есть, как говорила директор клиники, здесь, в общем-то, это лечение. Лечение от старения, правильно? Да, антиэйдж. Проэйдж-терапия. Жестоко звучит, но тем не менее. Насчёт жестокости, Инна Витальевна. Как вы считаете, есть ли у нерадивых, вот как было с закрытием той клиники, есть ли у нерадивых, назовём их так, предоставителей косметологических, да, и каких-то там других, может быть, услуг более серьёзных, какой-то, не то что злой умысел, а, ну вот, поставлено это на конвейер. Идут к нам клиенты, и идут, и будем их резать. Я не думаю, что кто-то злонамеренно игнорирует санитарное правило, требования. Как правило, это стремление быстрее начать бизнес, отсутствие стартового капитала, ну и, наверное, некая недооценка значимости каких-либо требований. Многие воспринимают это как административные барьеры, поэтому мы ежеквартально проводим публичное обсуждение правоприменительной практики, чтобы каждый предприниматель, особенно начинающий, или тот, кто увидел себя в плане проверок на предстоящий квартал, мог прийти к нам, послушать и сделать работу над ошибками, не допуская в своей практике, или быстренько исправляя. Онлайн буквально исправляя. Да, и Роспотребнадзор в части бизнеса по парикмахерскому искусству, салоны красоты, чтобы упростить процедуру приведения соответствия и оценки, насколько созданы условия, отвечающие требованиям санитарного законодательства, так называемые чек-листы, по которым каждый предприниматель может оценить степень доведения до соответствия. Поэтому просто мы популяризируем, объясняем, не все, возможно, успели услышать от такой новелли в законодательстве. Может быть, кто-то сейчас услышал и позвонил. У нас есть звонок. Кому вы хотите свой вопрос адресовать, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у меня такая проблема. Каждое лето на щеках выступают сегментные пятна. Может быть, есть какой-то совет, как в домашних условиях можно их вести? Это, я так понял, косметологу вопрос. Спасибо за вопрос, Анна. Спасибо за вопрос. Во-первых, нужна личная консультация врача-косметолога. Причинами пигментных пятен могут быть состояния внутренних органов, надо их исключать. Сдаются дополнительные клинические анализы. И также существуют косметологические методы, домашний уход. Крема, сыворотки используются, которые также подбирает доктор. И косметологические процедуры по состоянию кожи. Анна, вы так односложно, так скупо и грамотно отвечаете. Скажите, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Зачем нужно современным женщинам это все? Вот это вот все. Я сейчас не говорю не о кремах и не о каких-то даже сыворотках. Просто о каких-то модификациях, возможно. Которые производят с бровями, с губами, с лицом вообще. Может быть, с какими-то частями тела. Ну, все хотят быть в тренде. Выглядеть красиво, выглядеть эстетично. И даже еще лучше, чем есть на самом деле. Да. Наверное, еще мода. Это востребовано. Веяние моды во все времена было. И определяло тенденции. А контролировать это сложнее? Если это модно. И тем более, если это все связано со здоровьем и с причинением там либо пользы, либо... Технологии надзора точно так же совершенствуются в ногу со временем. Поэтому, наверное, нет. Скорее, нет, чем да. Скорее, нет, чем да. Так. Кто, в конце концов, отвечает за некачественную услугу? Может быть, человек, который неправильно слушал консультацию врача. Может быть, человек, который пришел в клинику и не сразу уразумел, что пластическую операцию могут делать только в больнице, только в хирургическом отделении. Или все-таки это специалист, который взял с него деньги. Давайте вот этот вопрос я адресую и к вам. За исполнение самой процедуры несет ответственность врач. Но второй, не менее важный этап, ответственное выполнение рекомендаций, несет пациент. Вот говорила здесь в прямом включении из клиники женщина, что она перечислила целую страницу противопоказаний. Да, там даже герпес был. С этим приходить нельзя, с онкологией приходить нельзя. Но есть же те специалисты, которых мы назвали нерадимы, которые не предупреждают и берут пациентов с подобными заболеваниями. Закон однозначно возлагает ответственность на исполнителя услуг. Информирование – это одна из гарантий, и это не только законодательство Российской Федерации, но и международное требование. Информирование потребителя о всех нюансах, связанных с оказанием услуги. Поэтому, конечно, исполнитель в первую очередь, но, как говорит Анна, от пациента много зависит. И здесь уже в деле защиты прав потребителей существенную роль будет играть заключение эксперта. То есть в споре с потребителем и исполнителем услуг решающее слово скажет эксперт, который обладает глубокими познаниями в конкретной сфере. И эксперт сможет разобраться, это вина исполнителя услуг, либо это невыполненные обязательства пациента после оказания услуги. Из всего вышесказанного и перечисленного я делаю вывод, что, в общем-то, будущее у индустрии красоты по-югорски есть. Правильно? Однозначно. Однозначно. Надо быть оптимистом. Время на месте не стоит. Женщины наши любят красоту, и поэтому, да, индустрия красоты будет развиваться, в том числе и в Югре. Я заметил. Спасибо, что пришли. Хороших выходных. Всего доброго. Итак, я за красотой пойду к косметологу. 36% позвонивших утверждают. Хирургу только 18%. И, как мне кажется, это хорошо. И к тренеру 46%. Все-таки спортом можно привести в порядок фигуру. Ну, а от себя добавлю, с лица воды не пить. Голоса в интернете распределились следующим образом. К косметологу пойдет 22%. К хирургу опять-таки минимум 13%. К тренеру 65%. За спорт югорчанки. А почему югорчанки? Потому что это 100% они. И звонили, и писали. Я уверен, на все. Ну, а на прощание позволю себе поведать такую притчу. Завидовала одна поганка, что ее, в отличие от благородных грибов, никто не замечает. И решила это все потому, что маленькая я, мол, и невзрачная. Вот вырасту большой и красивой, всем отомщу. И принялась она пить дождевую воду, стала выше самого большого белого гриба. Потом намазала ржавчиной шляпку, стала красней самого красного подосиновика. Да еще и белыми пятнышками для пущей красоты себя разукрасила всю. И что же, пришли в лес грибники, собирают боровики, подосиновики, подберезовики, подопятовики. А как бывшую поганку увидели, удивились. Смотрите, говорят, какой мухомор. Давайте его поскорее затопчем, чтобы никто из новичков его за благородный гриб ни в коем случае не принял. И затоптали. Ведь все дело не в том, какой ты и каков ты снаружи. Главное, что у тебя внутри. Будьте красивы со всех сторон. А главное, включайте телевизор в следующую пятницу в 19.30, настроив его на телеканал Югра. Там мы с вами и увидимся в следующий раз. До встречи. Отдохните хорошо.